Вы смотрите Город новостей. Продолжим выпуск. Почему невозможно перейти дорогу на нефтебазе и чем опасно короткое замыкание в доме, расскажет Вячеслав Горецкий в эфире рубрика «Мелочи жизни». Этот дом по улице Карла Маркса известен многим как штаб КПРФ. Здесь же располагается участковый пункт полиции. О состоянии здания красноречиво говорит то, что находится у меня над головой. Это огромная зияющая дыра прямо под кровлю дома. Она образовалась, видимо, от ветхости этого самого строения. Но что самое опасное, это то, что обваливающиеся доски находятся прямиком над проводами, находящимися под напряжениями. Это ввод электросети в дом. И если что случится, и доски продолжатся обрушаться, то вполне возможно замыкание. Что произойдет в таком случае, я думаю, представить нетрудно, начиная от короткого замыкания и заканчивая пожаром. Напомню, что дом является многоквартирным, и значит у него есть управляющая компания. По крайней мере, она должна быть. И именно к ней мое обращение. Разберитесь, пожалуйста, с состоянием сетей электроснабжения и состояния крыши. Иначе до беды рукой подать. Дорожные полицейские не перестают напоминать. Безопасность детей превыше всего. Объясните своим детям, как правильно переходить дорогу. Именно с таким же вопросом к нам и обратились жители микрорайона нефтебаза. А именно, каким образом детям переходить дорогу, если они живут, к примеру, в домах по улицах Свободы 142. Им необходимо уехать на автобусе. Для этого нужно перейти дорогу. Но перейти ее официально здесь никак не получится. Нет пешеходного перехода. А как вы видите, движение даже сейчас, в послеобеденное время, здесь довольно-таки оживленное. Ближайший пешеходный переход находится возле продуктового магазина. Это метров 200 по прямой. Причем возвращаться обратно к остановке по обочине уж совсем никуда не годное дело. Недостаток виден сразу же. Здесь нужен пешеходный переход. И нужен он как можно скорее. Потому что пользоваться автобусной остановкой получается никоим образом невозможно. Исправьте, пожалуйста, этот недочет. Ну и напоследок о мелочах, более приятных. Несмотря на похолодание и испортившуюся погоду, работы в будущем сквере обувщиков не прекращаются ни на минуту. Из позитивных изменений хочется отметить то, что здесь появился красивый кованый забор. Им обнесли практически уже всю территорию будущего сквера и спортивных площадок. А это значит, что завершение строительства очень и очень близко. Хочется надеяться, что в этом году он обретет все свои формы. И все, что задумано, здесь обязательно появится. Будем с нетерпением ждать.